Диалог о белорусско-российском взаимодействии продолжился на совместном заседании коллегии внешнеполитических ведомств двух стран. Подобные встречи носят регулярный, системный характер и позволяют оперативно реагировать на любые вопросы. А у журналистов главам МИД их сегодня было немало. В частности, у Сергея Лаврова поинтересовались, правдива ли информация о неофициальных контактах Кремля с представителями белорусской оппозиции, о чем шла речь в интервью одного из них. Он не просто высказывается о возможности неофициальных контактов с Москвой, он утверждает, что такие контакты ведутся, что они скоординированы. Заявляет, беспардонно, что он не может назвать фамилии, но контакты на достаточно высоком уровне. И что-то спекулирует на тему о том, будет ли дозволено мне об этом сообщить белорусским друзьям. Хочу очень коротко ответить на ваш вопрос. Это полная ложь. И лишний раз характеризует тех, кто пытается на заграничных хлебах делать себе непонятно какую карьеру. Мы просто видим действительно попытки оппонентов власти, уехавших в соседние сопредельные страны, попытки повлиять на ситуацию в Беларуси и сменить так называемый режим. Понимаете, можно этого добиваться, есть определенные политические методы борьбы, можно добиваться смены режима, но я считаю, что лучше это делать в рамках правового поля. А то, к чему сейчас призывают оппоненты, к оказанию экономического давления, к принятию экономических санкций, заявляя, что они борются с режимом, на самом деле приведет, конечно же, к окажет негативное влияние на благосостояние конкретного человека и народа. Владимир Макей также отметил, что Беларусь всячески будет противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела страны. А действия, направленные против нашего государства, без ответа не останутся.